Добрый день, дорогие друзья, любители прекрасного, любители искусства. Сегодня у нас будет лекция о Сальвадор Дали. Сальвадор Дали родился в Испании, в маленьком городке Фигейрос, 11 мая 1904 года. Имя родители ему такое дают в честь старшего его брата, но который, к сожалению, умер в младенчестве. И убитые горем родители решили, что нужно срочно обзавестись вторым ребёнком, и желательно мальчиком, конечно. И когда появляется на свет мальчик, то, естественно, имя дают такое же, которое и было у его старшего брата. В переводе Сальвадор означает «спаситель». В младенчестве растёт, развивается хорошо малыш, а дальше становится очень капризным малышом, своеобразным таким, постоянно требующим того, что он хочет. И поскольку он является любимым ребёнком, конечно же, всё ему дозволено, всё разрешено, и в сей же час всё исполняется. В школе, когда он идёт учиться в школу, маленький Дали, не любит категорически школу, совершенно безразличен к точным наукам, особенно к математике. Ему это всё неинтересно. И чтобы как-то показать, что якобы он болен, он придумывает такую версию, был смышлённый малый, и сразу же придумал такую версию, что вот ему плохо, какие-то у него припадки, галлюцинации вокруг, что-то ему мерещится, он мог встать резко на парту и как бы изображать битву с теми галлюцинациями, которые якобы его окружают. На самом деле это он всё выдумывал, чтобы поскорее его проводили домой. Раз тебе так плохо, нужно домой полежать, успокоиться, может быть, даже полечиться. Но на самом деле, когда обследование он проходил у врачей, то явно было видно, что он здоров. Это всё его фантазии такие потрясающие, чтобы отлынивать от школы, чтобы не учиться. Ну, а самая настоящая его болезнь и частая, которая была у него на протяжении его детства и особенно школьного периода, как бы мы сейчас сказали, психосоматика, он часто болел ангиной, гриппом и очень радовался этому, поскольку можно было находиться тогда просто дома, ничего не делать, лежать в кроватке и много-много рисовать. А рисовать он очень любил. И когда ему было 13 лет, он попросил родителей, чтобы на верхнем этаже, даже вот на чердаке, не на верхнем, а это уже была чердачная там история, и там раньше была прачечная. И Сальвадор попросил родителей, чтобы можно было там оборудовать под себя такую комнатку и сделать в ней мастерскую. Конечно, ему разрешили, и он там успешно рисовал, сидел часами. И самая первая такая, знаете, как выставка среди домашних была, он представил её на нарисованных картонках из-под шляпок, которые он брал у мамы, и рисовал удивительные пейзажи. Вот, всё это было в 13-14 лет у Дали. Сальвадор Дали очень поддерживает во всех его начинаниях и особенно в искусстве. Видит, что мальчик очень заинтересован живописью, искусством. Он любил также скульптуру, создавать свои интересные скульптуры. И ещё у него была такая черта, он любил что-то коллекционировать необычное. Ну и разные фобии у него там тоже были, но про это я чуть позже. И вот он однажды находит костыль, приносит его домой. Говорит, вот очень надо. Мама говорит, ну надо так надо, сынок. Потом прослеживается этот костыль в нескольких его картинах у Сальвадора Дали. А маму, кстати, он очень и очень любит до невозможности. Очень уважает её, боготворит маму. Но дальше тоже такой случай был, связанный с мамой. Чуть позже расскажу. А фобии у маленького Дали, ну как маленького, уже в подростковом возрасте, да, он понял, что он очень сильно боится насекомых. Но не всех, а, например, просто кузнечиков. И когда в школе прознали об этом его товарищи, они стали всячески, как это говорится, буллить его. Буллинг такой устраивали, ну, травля, по-нашему говоря. Стали ему кузнечик, то на плечик ему посадят, то вот так вот между страничек в книжечку куда-нибудь там ему подложат. Ему это было всё пренеприятнейше очень. И вот он думал, а как же сделать так, чтобы это прекратилось? И он был, как я и говорю, смекалистый и малый. Он тогда придумал эту фобию, закрыть другой фобией, как такой отвлекающий манёвр. И он, как бы, придумал, что он боится листочки бумаги, которые вот так вот скомкать. И вот, как бы, они представляют для него такую фобию ужасную. И он это стал показывать среди своих товарищей, своих одноклассников. Они тогда стали бросаться этими кусочками бумаги в него. Однажды среди урока преподаватель говорит, ну, вот подними, в тебя бросают, а ты подними эти листочки и давайте опять дальше будем продолжать урок. Но на что Сальвадор Долита понял, что если он сейчас будет отвлекаться и возьмёт эту бумажечку, то, значит, будет разоблачён. Значит, у него нет этой фобии. А как это показать, что реально у него страшный страх такой фобии? Он берёт чернила, тогда же писали чернилами, и сверху резко вот так вот поливает из своей чернильницы на все вот эти листочки. А листочек уже тогда преподносит на стол преподавателю. Ну, был скандал, неприятности в связи с этим. Но ничего, пережили. Пережили и этот момент. Сальвадор Доли заканчивает школу и поступает в Академию искусств, чтобы получить образование как художнику, поскольку не представляет своей жизни уже без искусства. Родители поддерживают тоже его в этом, особенно мама. И, как я уже отметила, маму он очень любил. И написано уже ранние работы его мамы. Вот можно посмотреть. А ещё его ранняя работа, где вытянутая такая голова и большие бакенбарды. Усов у него ещё тогда, вот этих известных усиков у него ещё не было. Но вот он носил тогда такие бакенбарды. И в это время он увлекался очень художниками эпохи Возрождения. Прям вот очень их любил и копировал их работы, и очень много изучал. Сальвадор Доли тогда, ещё и не имея своих усов, но поступает в Академию искусств с благословения родителей, и особенно своей мамы. И он там начинает такую тесную дружбу с товарищами, с которыми познакомился. Это был поэт Гарсия Лорка и Луис Банюэль. Вместе они настолько крепко дружат, и достаточно долгое время, что все богемные вечеринки всегда вместе, что-то вместе создают. И также они вместе отдыхают. И он часто пишет портреты своих друзей на тот момент. В Академии, когда учится Сальвадор Доли, однажды он был отчислен. Ну, после какого-то эпатажной какой-то выходки одеваться он уже начал. Тогда очень вычурно, экстравагантно. Соответственно, его поведение такое же было. Не помню точно, за что его выгнали тогда из Академии, но он быстренько обратно присоединился. Ему простили это все, поскольку талантливый парень. Но все-таки снова произошло неприятное, поскольку был экзамен по истории искусств. И вот там профессор ему говорит, ну что, давайте рассказывайте билетик, по которому вам достался такой-то вопрос. А Сальвадор Доли, он знал предмет, очень хорошо, прекрасно все знал, но вот что-то растерялся и не смог, непозволительно было ему сказать, вот знаете, я что-то немножечко подзабыл, подзабыл, немножечко мне надо как-то сконцентрироваться. Вот буквально две-три минутки я сейчас соберусь и скажу. А вместо этого эпатажный наш Сальвадор Доли, он сказал, знаете, я знаю ответ на этот вопрос и побольше вашего, но отвечать я вам не буду. И ушел с экзамена. И, конечно же, его отчислили с Академии искусств. И вот с учебой не сложилось в Академии у Доли, но зато очень сложилось в любви. И как это случилось? Однажды он увидел Елену Дьяконову, но так она родом была, Елена Дьяконова, но ей нравилось себя называть Гала, Агалина, простите, а в историю искусства она входит под именем Гала, что значит торжество. И вот, когда он впервые увидел ее, он сразу понял, это моя любовь, моя муза. Но в то время Гала была замужем за поэтом. Это был Поль Элюар, был ее мужем, чудесный поэт. Но, как говорится, когда влюбляешься, то уже не имеет значения, кто там женат, замужем, и поэтому Сальвадор Доли пытается... А там, где, когда он встретил Галу, он решил, опять же, как он любит всегда, экстравагантным быть. И вот он нарядился, одел очень яркий наряд, рубашку, но предварительно изрезав ее, как в виде лапши внизу. Бахраму такую и сделал. Сделал такую шляпу у него еще чудесная была. И отправляется таким образом на пляж, подготовился. И самое главное, у него был аромат, которым он решил воспользоваться. Собственно приготовленный экстравагантный аромат из птичьего полета, помета, рыбьей чешуи и чего-то там еще, такого, знаете, пахучего. Но когда он не любил банальностей, чего-то там посредственного, и вот он решил вот так сразить ее на повал. И в любви-то, признаться, он тоже хотел, чтобы это было не банально. Хотел ее обнять. Он, конечно, и обнимает ее. И хотел вот что-то сказать не банально. А она его опередила. Галла говорит, убейте меня, Сальвадор. И тут он понимает, что это точно его муза. И все. И с этого дня они не расстаются, они всегда вместе. Хотя официальное бракосочетание у них будет только через пять лет. И представляете, что Галла оставляет свою семью, свою дочь, своего мужа, и направляется по жизни только с Сальвадором Дали. Она является ему любимой, она является менеджером в его делах, и будет от мецената к меценату постоянно ходить, добиваясь того, чтобы он был признан как художник, как гений, постоянно приносит картины, показывает, устраивает культурные шоу, выставки. То есть она занимается тем, что пробивает путь для Сальвадора Дали. И это у неё очень прекрасно получается, друзья мои. Успех, конечно, не сразу приходит, несмотря на то, что Галла очень целенаправленно этим занимается и ходит от мецената к меценату и по всем нужным людям, создавая правильные связи. Но не сразу это всё получилось так, как бы хотелось, но всё же получилось. Меж тем, я не сказала, что Сальвадор Дали, когда встретил свою любимую, ему было 25 лет, а она была старше на 10 лет его. И всё равно это не было для них преградой. Это что такое 10 лет? Но тут у Сальвадора Дали, он всегда же любит эпатаж. И тут, значит, конечно, период, когда он переживает очень тяжело смерть матери. В это время он пишет такие мрачноватые картины, тяжёлые. Но вот он хочет эпатажа, эпатировать публику. И несмотря на то, как вот я чуть раньше сказала, он очень безумно любил свою мать, он, значит, написанный портрет, её ставит перед собой и начинает плеваться в неё. Это эпатаж, опять же, ради эпатажа. Об этом узнаёт отец и говорит, слушай, ну, ты плюёшь на мать, я тебя знать не хочу, ты мне не сын, и ты лишаешься всего наследства, которое я хотел бы тебе передать. В свою очередь, Сальвадор Дали, он не промолчал, не остался, не удел. Он берёт баночку со своим семенем, отправляет отцу и с такой маленькой записочкой «Теперь я тебе ничем не должен». Всё, их семейные отношения разрываются. И ещё Сальвадор Дали придумал в этот момент, вот в этот период, когда он очень сильно разругался с отцом, он обревает себя на лосо и волосы как бы захоронил. Вот это была такая, как показательная инсталляция. Дали очень увлечён, понятное дело, сюрреализмом, этим направлением, хотя это направление придумал далеко не он. Вот он всё больше и больше пишет, конечно, в этом направлении. Это тридцатые годы. А само направление сюрреализма, оно выходит в двадцатые годы. И он очень любил изучать, очень много читал Фрейда и различных психологов, вот эти все чудесные психоанализы, и под воздействием этого он пишет и свои картины. И даже он мечтает, чтобы издать книгу, и чтобы эту книгу Фрейд когда-нибудь рецензию на неё написал. Ну, Фрейд прочитал, был восхищён, отметил, сказал очень замечательно. Сальвадор Дали был доволен этим комментарием. Всё, ему понравилось. Что происходит дальше? Сальвадор Дали в сороковые годы со своей супругой покидает Испанию и отправляется в Америку. В Америке он едет, как бы нет у него ещё такого состояния, чтобы он мог себе что-то такое позволить. То есть финансов не было даже отправиться в Америку. И в этот момент ему очень сильно помогает его товарищ Пабло Пикассо, которого он очень уважает, любит, ценит. Пикассо даёт такую внушительную сумму для того, чтобы Дали переехать, начинать жить и творить в Америке. Вот восемь с половиной лет он проживёт в Америке. Достаточно хорошо начинает показывать. Одна за другой идут выставки. Конечно, не сразу. Но когда это удаётся, он понимает, что он поднимается ещё выше и выше и выше. А также он сделал однажды в Америке, в Нью-Йорке, на Пятой Авеню, был такой магазин большой с одеждой. И Сальвадор Дали решил сделать там такую инсталляцию. Витрину он решил так украсить, хотя администрации это не понравилось. Он принёс ванную, задрапировал её чёрной тканью, поставил рядом голова буйвола и держит окровавленную голову голубя. А рядом манекен, который с волосами от умерших людей. Всё это, конечно, шокировало всех людей, которые шли по улице. Там даже и перекрылось движение. Там, где пешеходные, а тут машины. И люди все в шоке стояли, смотрели, все хотели увидеть это всё. Такое столпотворение было мощно, огромное. А администрации это не понравилось. Какой-то начинался скандал. Якобы выносите, уходите. Что вы здесь придумали? Сальвадор Дали это всё не понравилось. И он тогда резко разбивает это окно и выходит, перешагивая через эту инсталляцию, и выходит в разбитое окно. И вот с этого момента он вообще возвышается наверх, наверх, наверх и становится супер-мега-популярным. Друзья мои, я хочу ещё отметить, что был такой период у художника, когда он создавал идеи, а у него тут же представители творческих профессий, вот там, они у него раз и воровали эти идеи. Но он так сильно не расстраивался, ну, немножко так огорчался, а потом понимал, что, ну, а кто эти люди, которые у меня берут мои великие, гениальные идеи? Ну, бог с ними, пусть берут там, что дальше у них получится? Нет, вот у меня-то получится. И он брал новые мощные идеи и их творил. В этот период у Сальвадора Дали, вот когда у него такой мощный скачок идёт в его период творчества, у него создаются разные коллаборации. он, ну, такое модное слово, да, тогда это было содружество, наверное, сотрудничество, он сотрудничает с чудеснейшей, с чудеснейшим модельером с Эльзойски Апарели. И вот это вот известное платье с Амаром, это вот их совместная работа. И сумочка в виде телефона, также совместная работа. И перчаточки, которые с ноготочками, открываешь их там, зеркальце, это всё их совместные работы. А также он сотрудничает и с Коко Шанель, когда он её впервые увидел, он перед ней упал на колени, восхищался её, но с ними вместе у них был проект, не такой, конечно, как с Эльзойски Апарели, потому что у Шанель всё-таки другое направление, другой стиль. И тогда они работали над серией костюмов для балета. А ещё Сальвадор Дали нарисовал тот самый логотип для Чупа Чупса, который он создаёт в 69-м году. Извините, можете меня поправить, если я немного ошибаюсь в датах. И этот логотип, можно сказать, практически не менялся до сегодняшнего дня. Андре Бретон, это основатель именно сюрреалиста, он, конечно, удивлён, даже шокирован тем, ну, как так у Дали получается, и он купается в роскоши, а мне немножко вот не так. Но Дали это не останавливает, у него всё больше и больше идей. Он всё больше пишет свою музу в своих картинах. Когда его спрашивают, ну, при чём здесь вот вы написали и портрет своей любимой, и вот тут мясо, ягнёнка, ну, вот это вот к чему? Как это вот взаимодействует? В чём логика? Можете объяснить? Он говорил, а почему бы нет? Я люблю мясо, и я люблю свою супругу, и почему я это не могу всё вместе нарисовать? А ещё он это говорил, обосновывал тем, что очень-очень любит свою супругу и готов её даже вот съесть. И поэтому такие вот ассоциации, вот такие картины. И он много её пишет, свою супругу. Во многих своих полотнах мы можем увидеть чудесную мужу, которую он обожает. Приходит время, когда Сальвадор Дали и его супруга решают вновь уехать в Испанию, поскольку Испания это всё-таки его любимая страна, он там ещё больше вдохновляется, он хочет обратно на родину. И они покидают Америку, переезжают вновь в Испанию. Кстати, дорогие друзья, вы тоже можете наполнить бокалы либо водичкой, налить чай и продолжать смотреть нашу лекцию. Так вот, Сальвадор Дали переезжает со своей супругой обратно в Испанию, он продолжает работать активно, поскольку любит роскошь, роскошь уже и пришла к нему, слава, деньги, но он продолжает работать над иллюстрациями, над разными логотипами, все-все-все заказы берёт, которые к нему приходят, ну и для своих картин у него тоже остаётся время, потому что он очень плодотворный, трудоспособный, и всё это, на это его вдохновляет, естественно, его любимая Гала. Ну вот приходит момент, когда Гала становится достаточно зрелой, ну и я говорила, что у них разница в возрасте, и она говорит, слушай, я хочу жить отдельно, но она это не озвучила, она это озвучила чуть позже, друзья мои, когда Сальвадор Дали решил подарить своей любимой огромный замок, чудесный, он построил специально для неё этот замок, внутри всё прекрасно сделано в таком стиле, всё-таки она имеет русские корни, и вот там испанско-русские такие, знаете, интерьеры, и дарит, говорит, любимый, я дарю тебе вот этот замок, а она говорит, прекрасно, и вот теперь я хочу тебе сказать, что я хочу жить в этом замке одна, а ты, дорогой мой любимый муж, будешь приходить в определённое время, в определённые дни с моего письменного разрешения, вот когда можно будет, тогда и придёшь. Ну, что ж, закон, любимые слова, есть закон для меня, подумал Дали и смирился с этим. В свою очередь она создавала различные вечеринки, очень такие яркие, весёлые у себя вот в этом замке. Сальвадор Дали делал вид, что ему как бы всё равно, но, естественно, он грустил и ревновал, но, в свою очередь, тоже продолжал тоже эпатировать публику, и также его молодые красотки окружали, всё чаще выходил, опять же, такой же нарядный, как и в молодости, и с муравьедом на прогулку. Думаю, что же я такого ещё не делала? И выходил в красивых, нарядных одеждах со своими чудесными усами, и на прогулке с муравьедом. И в то время его окружала одна барышня, достаточно молодая, Аманда Лира. это была рок-певица, и вот какое-то время, достаточно долго, плотно, они вместе дружили. Сальвадор Дали, вот как я и говорила, в начале нашей лекции, ему вот эти вот все банальности были, вот какие-то физические там трения, да, он больше всего любил, чтобы это было не просто какой-то, извините, секс, а чтобы это было что-то возвышенное, пусть это будет платонически, но вот чтобы это питало, вдохновляло, и вот в этой молодой певице он это как бы на какое-то время нашёл, и был этому рад, ну, поскольку он уже не супругой, раз ему только разрешено в какие-то дни приходить по письменному разрешению, то он вот был с Амандой, ну, потом, конечно, у них были весёлые вечеринки, творческие разные вечера, где Аманда его в этом поддерживала, как раньше Гала, но это уже было немного не то, но всё-таки хорошо, что он был в тот период не один, и приходит такое время, когда Аманда выходит замуж за молодого человека, у неё своя семья, вот Сальвадор Дали остаётся совершенно один, и тут, вы знаете, приходит такое, я ещё вот не сказала, что он всегда говорил, ну, зрелость это нормально, старость это классно, и как бы нельзя сказать, что он стремился, вот прям мечтал, ну, прям быстрее прикоснуться к этой старости, ну, вот она и пришла, и у него старость пришла, зрелость это, да, и у его супруги, и начинает воспевать, что это нормально, это хорошо, вот морщинки, старость, вот она и пришла, но она в прямом смысле пришла к нему, у него появляется болезнь Паркинсона, у него трясутся руки, у него уже не та память, рисунки его и холсты становятся совершенно иными, чем раньше, его последние работы, можно вот увидеть, такие грустноватые, грустно-мрачные, в 1982 году его любимая умирает, ее хоронят в том замке, где она и жила, тот замок, который ей подарил Сальвадор Дали, ее хоронят в этом склепе, хоронят в красном, ярко-красном платье от Диор, рядом было приготовлено место, где будет Сальвадор Дали, тоже если, ну, когда он умрет, будет рядом с любимой, но этого не случилось, он чуть позже, он потом его захоронят в том доме, где он потом, это дом-театр будет такой, да, где тоже он построил, а потом его назовут домом-театром, и это будет вот такой огромный, чудесный музей, где мы будем ходить, а под нами похоронен мэтр сюрреализма. После смерти своей любимой Сальвадор Дали очень страдает, он не хочет ни с кем контактировать, общаться, он не выходит практически на людях, свет, замыкается, уходит в глубочайшую депрессию, конечно, у него есть медсестра, сиделка, которая за ним присматривает, но в какой-то период она выходит по своим делам, вот, я читала в одной статье, что она ушла за продуктами, а когда вернулась, то в комнате каким-то образом случился пожар, и вот от этого пожара художник Дали очень сильно пострадал, с многочисленными ожогами, вот, но он выжил, выжил, все-таки потом, да, опять же, он ни с кем не общается, с ним только вот его сиделка медсестра, и когда он умирает, умирает, вот его, как я и сказала, уже хоронят вот в этом доме, огромная, полутора, тысячная мраморная плита, которая, его бальзамирует, во-первых, очень хорошо, вот это сверху плита мраморная, по которой мы все люди ходим, в этом доме все смотрим, все его великолепнейшие работы, его чудеснейшие инсталляции, все, что он придумал, вот, и однажды появляется такая девушка, которая заявляет, ну, как женщина, Мария, говорит, а я вот внебрачного, брак там дочь, а это вот Сальвадор Дали, мой отец, ну, как бы сказать-то можно что угодно, да, друзья мои, а как же это доказать, и тогда решили произвести экскурмацию, и она произошла в 2017 году, когда поднимали эту надгробную мраморную плиту, это был как бы своеобразный перформанс, было много людей, которые это все видели, да, все взяли, все стали определять, ну, естественно, нет, никто друг другу не родственник, это не его дочь, но таким образом зато увидели, как прекрасно Сальвадор Дали сохранился, и его усы, и костюм, в котором его похоронили, и весь он, потому что был хорошо забальзонирован, и это даже отчасти еще говорит о том, когда он при жизни, он говорил, я не умру, Дали бессмертен, и никогда не умрет, и это вот как отсылка к тому, что вот произошло. Друзья мои, на этом я думаю заканчивать свою лекцию, благодарю вас за внимание, и еще хочу отметить, что нашему каналу ровно год, вы представляете, как год быстро пробежал, благодарим всех, кто с нами был весь этот год, все, кто подписан на наш канал, а кто не подписан, то, пожалуйста, подписывайтесь, и дальше вместе мы пойдем с вами в мир искусства. До свидания, друзья, любите искусство, до новых встреч, пока-пока. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!